Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим ленивый плов. Плов в рукаве, в духовке. Готовится проще простого. Плов рассыпается, нежный и вкусный. А главное, какой он ароматный! Всем рекомендую приготовить! Для плова нам нужны будут следующие продукты. 700 граммов мяса. У меня свиная шея. Самое вкусное, с жирком мясо. Плов будет сытным, с насыщенным вкусом мяса. У меня в семье такой плов любят. 1 крупная морковь, 1 крупная луковица, 1 головка чеснока и отдельно 2 зубка чеснока, соль, перец, паприку, любые специи добавляйте по вкусу. 4 столовые ложки растительного масла, 280 граммов риса, берите длинность зернистого, пропаренного и 400 миллилитров воды. К рису промытому, не забывайте промыть рис, добавили паприку, добавили соль по вкусу, добавили немного черного молотого перца и добавили 4 столовые ложки растительного масла и хорошенько все перемешиваем. Можно добавить любые специи на ваш вкус. Два зубка чеснока нарезали кубиком. Дальше морковь я нарезаю полосками. Теперь берем отдельную миску, перекладываем сюда мясо. Так, мясо нужно посолить и поперчить по вкусу обязательно. Я добавляю свои любимые специи. У меня здесь и паприка, и травы. В общем, на развес покупала эту приправу. Она у меня без соли, поэтому солить нужно мясо обязательно. Так, и теперь к мясу мы добавляем нарезанный чеснок, нарезанную морковь полосками и лук. И хорошо все перемешиваем. Поверьте, такой простой рецепт плова получается действительно очень вкусно и ароматно. И главное, что плов рассыпается. Как оказалось, для многих это проблема. Поэтому делюсь с вами простым рецептом. Берем рука для запекания. Нижний слой у нас рис. Ложка выкладываем в пакет. У меня пакет сверху, видите, есть дырочки. Поэтому воздух будет выходить. Если у вас сплошной пакет без этих отверстий, то нужно будет вам сделать самим зубочистками небольшие дырочки. Прячем головку чеснока. И теперь выкладываем сюда мясо с морковью. Все делаем именно в такой последовательности. Теперь выливаем 400 миллилитров воды. И закрываем пакет. Завязываем. Наше блюдо ставим в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Режем выпекания вверх-вниз. Плов в рукаве готовился 50 минут. Теперь выключаем духовку и оставляем плов в духовке. Потом достаем и наслаждаемся вкусом. Плов должен постоять в духовке минимум полчаса. Тогда рис еще впитает все соки в себя. Мы потом все хорошо перемешаем и будем подавать к столу блюдо. Ну что, достаем наш плов. Аромат непередаваемый словами. Сейчас перекладываем в миску. Смотрите, как все пахнет. Теперь все перемешиваем. Получается огромная порция плова. Я обалдею, конечно, и от аромата, и от вкуса, и от простоты приготовления блюда. Желаю всем хорошего настроения. Готовьте вместе со мной и радуйте свою семью домашней едой. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Ну что, я готова пробовать. Вкусно пахнет. Вы знаете, я уже попробовала быстренько. Рис вообще приготовился. Мясо распадается. Ну, в общем, очень вкусное это будет блюдо. Ну что. Мясо у меня жирненькое, это шея сильная. Поэтому идеально подошло к пилому. Как вкусно. Очень. Приготовила все. Готовьте. Такой простой рецепт, а вкус невероятный. Это шея сильная?